Всем привет! Меня зовут Алена Дробышевская. Я отвечаю за развитие бизнеса продукта дата-сферы в Яндекс.Клауд. И сегодня мы продолжаем серию наших вебинаров про решение задачи ML в дата-сфере. Рассмотрим практический пример, как можно решить задачу обработки видео и детекции объектов в кадре внутри дата-сферы. И еще рассмотрим очень интересный пример, как можно улучшить точность модели, какие для этого у нас есть инструменты. Итак, о чем сегодня поговорим? Традиционное наше содержание доклада. Чуть-чуть напомню, что такое дата-сфера, как она устроена, и при чем здесь видео, и при чем здесь улучшение качества видео. Дальше передам слово своим коллегам компании X-PASOFT. И Сергей Алямкин, технический директор компании X-PASOFT, расскажет об одном из практических примеров. Это не догма, это просто действительно один из практических примеров, как можно сделать задачу обработки видео и детекции объектов в кадре. Дальше поговорим про уже решение компании X-PASOFT. Это фреймворк E-NOT, который предназначен для улучшения качества нейросеток. Посмотрим, как E-NOT можно использовать внутри дата-сферы. То есть это как раз уже пример интеграции внешних партнерских, в данном случае, библиотек и фреймворков внутри дата-сферы. Посмотрим, какого у нас будет качество обработки видео после применения этого фреймворка. Ну и в конце дадим ссылки на все материалы традиционно, все, что было использовано во время вебинара, наши модели, наши фреймворки, как этим всем пользоваться, и про дата-сферу тоже немножко ссылки дадим. Итак, что такое дата-сфера? Ну, традиционные, наверное, у меня уже слайды, они немножко меняются, они немножко расширяются и дополняются вместе с развитием самой дата-сферы. Но, по сути, дата-сфера — это готовый сервис для анализа данных, для разработки ML-моделей, для исполнения ML-моделей. Такой сервис все в одном, который стартует за секунды. То есть его преимущество ровно в том, что это не инфраструктура, ее не надо настраивать, ее не надо налаживать, не надо думать о том, как она работает. Это нажали кнопку и через несколько секунд получили готовый работающий сервис. Собственно, предназначен он для разных совершенно задач. Причем, ну, это и то, как мы его планировали, и то, как мы видим, наши пользователи в своей работе действительно его используют. Это и анализ данных, это и разработка ML-моделей, это и исполнение этих ML-моделей, запуск их. При этом в качестве среды разработки мы взяли привычный, понятный всем интерфейс Юпитер ноутбука. То есть вот внешний датасфер выглядит как Юпитер ноутбук. Но при этом, естественно, внутри, поскольку это уже не Юпитер ноутбук, а уже сервис, он переписан, и он позволяет много других и полезных вещей, которые вот сам Юпитер ноутбук зачастую не предоставляет. Это и возможность переключения ресурсов между разными типами виртуальных машин, запуска распределенных вычислений. Это версионирование полностью всего хода разработки, включая не только код, но и переменные, но и состояние, но и данные в памяти. И возможность поделиться, собственно, этой наработкой со своими коллегами. Причем в разных вариантах. Можно заархивировать проект, можно расшарить, сохранить и расшарить полностью версию чекпоинт вот этого проекта. И про это немножко рассказывала я на предыдущем вебинаре 19 ноября. Это вот та самая интересная возможность, когда мы можем подключать любые сторонние библиотеки и модели. И мы опять-таки в ноябре выпустили релиз, который позволял апгрейдить или даунгрейдить любые уже предустановленные библиотеки. А сегодня мы как раз поговорим про очень интересный кейс, когда у нас есть внешний партнерский уже фреймворк. И мы вот такой партнерский фреймворк тоже умеем подключать внутрь дата сферы, его затаскивать и предоставлять совместную работу уже вот с такими вот партнерскими моделями и фреймворками. Ну, естественно, это корпоративное решение, поэтому есть интеграция с частной сетью пользователя, управление правами доступа корпоративными. И важный момент, что поскольку это сервис, то оплата в нем идет только за время запуска вычислений. То есть все время, когда вы смотрите код, когда вы пишете код, когда вы смотрите на результаты того, что у вас получилось, тарификация не идет, тарификация начинается и заканчивается в тот момент, когда вы нажали кнопочку run, то есть нажали кнопочку run, тарификация началась, вычисление закончилось, и в этот момент тарификация закончилась. Это позволяет экономить очень значительный ресурс по сравнению с традиционными Юпитера ноутбуками в облаках, у кого бы они ни были. Интересно про дата сферу. Мы когда и задумывали этот сервис, и когда его выпускали на рынок, задуман он был чуть больше года назад. Первую версию закрытые превью мы выпустили в феврале, открытые превью мы выпустили в мае, и в октябре мы вышли в публичный доступ уже. Мы когда думали про этот сервис, мы с самого начала понимали, что это будет не вещь в себе, не просто какой-то сервис, не просто какие-то ноутбуки или среда для разработки в облаке, а это будет целая экосистема, которую мы хотим построить вокруг нашего сервиса. И в этой экосистеме, помимо самого сервиса, есть и инфраструктура Яндекс.Облако, которая очень помогает нам для того, чтобы запускать совершенно разные типы вычислений и служить потребностям разных пользователей. Это и наши ML-сервисы, ну вот такие сервисы, как SpeechKit, как Translate, как Vision, да, то есть готовые уже такие, по сути, блоки кода, которые оформлены в виде сервисов, которые можно вызывать, да. И это модели библиотеки машинного обучения. И вот здесь как бы есть какие-то стандартные, ну такие как TensorFlow, как PyTorch, а есть модели и библиотеки наших партнеров, и собственно партнеры тоже являются частью нашей экосистемы, которые мы тоже хотим сделать доступными в дата-сфере. Вот, ну вот, собственно, сегодня как раз такой пример, как это все может вместе работать. Вот, конечно, нам очень важны и комьюнити, и в конце дам ссылку на наш канал в Телеграме. И, пожалуйста, присоединяйтесь, пожалуйста, высказывайте свое предложение, приносите в свои библиотеки. Будем рады очень вас видеть. Ну, собственно, на этом, наверное, моя вводная часть заканчивается. И я сейчас передам слово своему коллеге, нашему партнеру. Это Сергей Алямкин, технический директор компании ExpoSoft. Компания ExpoSoft занимается заказной разработкой и работой в области машинного обучения по строению моделей. И у них, помимо, ну вот, каких-то заказных проектов, есть и свои решения, которые они на рынок выпускают. Одно из таких решений – это фреймворк E-Node. Что такое E-Node, для чего? Он нужен, как им можно пользоваться? Расскажет Сергей. Сергей, тебе слово. Привет. Да, привет. Привет, коллеги. Спасибо, Алена, за introduction. И давайте перейдем к моему докладу. То есть, ну, сегодня будем говорить про кейсы видеоаналитики. Наверное, как вы знаете, там, вот, видеоаналитики и искусственный интеллект пользуются уже довольно давно. То есть, это различные, решаются различные задачи. Классификации изображений, бьютификации, там, генерации какого-то контента. То есть, автопилоты. То есть, ну, видеоаналитика – это, ну, на сегодняшний день это один из драйверов развития искусственного интеллекта. Вот, сегодня мы будем обсуждать частную задачу, задачу детектирования объектов на видео. Почему мы выбрали эту задачу? То есть, эта задача, она одна из самых распространенных в видеоаналитике. Ну, там, по моему мнению, это порядка, там, 30-40% вообще кейсов видеоаналитики закрывается вот при помощи, ну, решения по детектированию. Вот, что такое задача детектирования объектов? То есть, нейросеть находит объекты определенного класса на изображении. То есть, например, там, обучили детектор проситировать машины, людей, светофоры, да. Находит их на изображении, что они есть или нет, и локализует их. То есть, грубо, проще говоря, да, то есть, обводит рамочкой конкретные классы объектов. Почему эта задача, ну, такая распространенная? То есть, потому что, на самом деле, ну, на базе нее и при помощи дополнительной логики реализуется множество различных кейсов, ну, видеоаналитики, да. Ну, давайте, вот, я приведу несколько примеров. То есть, задача, вот, там, беспилотные и беспилотные автомобили. То есть, что там нужно? Там нужно понимать ситуацию, которая, ну, вокруг автомобиля находится. То есть, там, например, там, экстренное сближение с автомобилем, да, там, или пешеход переходит дорогу. То есть, это все нужно понимать, какой класс объекта, его локализация, чтобы уже, там, передать управляющий сигнал, собственно, системе автомобиля. Также, например, задача, ну, там, спутникового наблюдения или аэропотосъемки. То есть, у нас, ну, в нашей практике были такие кейсы, да, там, и довольно тоже распространенные кейсы. Ну, вот, здесь приведена фотография некого строительного объекта, да, где, там, рамочками обведены, ну, грузовые транспортные средства. И, собственно, задача была, вот, детектировать появление, там, транспортных средств на территории, на территории вот этой вот, ну, грубо говоря, стройки. Вот, и, собственно, когда есть, ну, нейронная сеть, которая детектирует такие объекты, то есть, там, добавляется определенная логика, да, то есть, объект на территории или за территорией. Там, эти объекты можно пересчитать и уже реализовывать некую бизнес-логику поверх этого. Следующий пример, который хотелось бы, там, обсудить, да, то есть, там, показать, ну, для того, чтобы показать широту вот этих вот юз-кейсов для задач детектирования, это, там, производство. У меня картинки здесь нет, но я на словах расскажу, то есть, это, это в первую очередь про безопасность на производстве, то есть, это кейсы детектирования средств индивидуальной защиты, то есть, это каски, там, защитные жилеты, это, там, например, устроители и людей, которые, например, на, ну, объектах нефтяной инфраструктуры работают, это, там, специализированные перчатки, обувь, вот. И, собственно, нужно контролировать, что люди, которые приходят на территорию объекта, они используют средства индивидуальной защиты, чтобы, ну, дай бог, чего не случилось. Да, это, там, ну, в нашей практике, это один из, там, самых распространенных кейсов, да, то есть, это то, чем мы занимались, там, довольно продолжительное время. Также хотелось бы рассказать, там, про кейсы по безопасности, то есть, здесь приведен рисунок, да, то есть, вот, есть автомобиль. Соответственно, и, там, человек пытается, ну, скажем так, незаконно в него проникнуть. То есть, почему здесь классно решение детектирования объектов, да, то есть, мы понимаем контекст сцены, то есть, есть автомобиль, есть человек, он, его там не должно находиться, он такой, ну, и он какие-то действия предпринимает. Соответственно, реализуем логику, да, там, выдаем, выдаем аларм. Вот. Значит, ну, для вебинара мы выбрали, ну, довольно, довольно специфичную задачу, над которой мы работаем в последнее время, и она, ну, довольно актуальна, там, в коронавирусную эпоху. То есть, это задача детектирования медицинских масок. Вообще, ну, на многих предприятиях, может быть, там, и на предприятиях, которые, ну, в компаниях, в которых вы работаете, устанавливаются вот такие вот терминалы, которые, которые замеряют температуру людей, определяют, то есть, есть у человека медицинская маска или нет. Делают это, там, по понятным причинам, ну, для того, чтобы обезопасить других работников, ну, на предприятии, чтобы, ну, снизить риск заражения. Ну, и такое решение, в целом, препятствует распространению, ну, вот, коронавируса. Вот. А здесь, соответственно, ну, также мы свое решение строили на базе нейронной сети, которая детектирует объекты, да, маски. Вот. Ну, немного расскажу по поводу нейрона, который детектирует маски, то есть, это довольно большая тема, множество научных публикаций на топовых конференциях, там, каждый год это одна из топовых тем. Вот. Есть, ну, некие стандартные решения, которые, ну, которые в зависимости от ситуации, от сложности задачи и вот вычислительных ресурсов, на которых запускается, ну, применяется та или иная архитектура нейросети. Здесь бы хотелось упомянуть такие архитектуры, как YOLA, V4, да, там, V5, актуальные на сегодняшний день. Это архитектуры SSD, то есть, Single Shot Detector, это архитектуры такие Faster, RCNN, Efficient Detection, и, ну, и множество-множество других архитектур, то есть, ну, говорю, там очень много выходит статей новых архитектур. Вот. С учетом того, что мы решали задачу детектирования объектов на таком терминале, Android-терминале, в качестве базового решения, базовой архитектуры нейросети, мы выбрали нейросеть, ну, архитектуру MobileNet второй версии, да, SSD, Single Shot Detector. То есть, она уже, ну, скажем так, нейросеть предназначена для работы на маломощных устройствах, вот, при этом она характеризуется, ну, уже довольно высокой точностью работы, вот. Мы взяли вот эту вот архитектуру с использованием фреймворка MMDET на PyTorch обучили, обучили на своем датасете с масками эту архитектуру. Ну, метрика качества, которую мы достигли, это, вот, 0.88, то есть, я говорю, Precision 0.88, что позволяет уже очень точно решать эту задачу и, ну, и, скажем так, полностью реализовывать, ну, поставленную бизнес-задачу, то есть, определение людей, которые пришли в МАКС или БИСМАКС. Вот, а также с учетом того, что решение должно работать на, вот, терминале, я на слайде перевел еще вот число операций, да, элементарных операций, требующихся для вот расчета вот этого вот нейросетиции, это 522 миллиона. Вот, давайте посмотрим, как работает, ну, вот это вот базовое решение, там, на коротком видео, которое мы записали в своем офисе, то есть, соответственно, ребята у нас там походили, походили перед камерой, и мы запустили эту нейросеть для обработки видео покадрово. Вот, здесь мы видим, что, ну, когда ребята не одевают маску, да, то есть, точнее, когда одевают маску, соответственно, маска обводится зеленой рамочкой. Когда маски нет, ну, никакой рамочки нет. То есть, соответственно, на основе этого можно реализовать логику вот этого доступа с наличием маски или нет. Ну, в нашем кейсе было важно, что все сделать на этом терминале, ну, основные преимущества, которые для работы вот, ну, терминал в данном случае являются Edge-устройством, то есть, основные преимущества, ну, такого решения, это то, что уменьшается нагрузка на каналы связи, ну, более быстрое реагирование системы, ну, опять же, да, то есть, никто не хочет, чтобы народ сталкивался там перед входом, то есть, система должна работать быстро, там, не зависеть от связи. Плюс еще, ну, вот работа на периферийном устройстве, ну, несет такие плюсы, что нам не нужно никуда там передавать на сервер изображений, то есть, там работает все локально, все замечательно, вот. А при этом возникают определенные трудности для создания такого решения, то есть, все-таки, там, скорость обработки, которая у нас была изначально на, ну, на вот этой базовой архитектуре нейросети мобайл, у нас SSD недостаточно, вот, плюс там есть ограничения по оперативной памяти, по размеру модели, потому что там есть другой функционал, да, то есть, это функционал замера температуры, который тоже там вычислительно сложный, его тоже нужно на этом же терминале запустить. Поэтому необходимо, необходимо ускорить, ускорить, сжать нейросеть, чтобы ее засунуть на этот терминал, и система работала, вот. И при этом важный аспект, что сжимать нужно, ну, без потери точности, да, там, или с минимальной потери точности, то есть, потому что, то есть, можно, можно там выкинуть кучу, кучу слоев нейросети, она станет работать быстро, но при этом, при этом и точность просядет. Вот этот вот процесс сжатия нейросети с контролем, с контролем точности, ну, это довольно, довольно сложный процесс, который там требует, ну, довольно, довольно высокая квалификация разработчиков. Вот. И для решения вот этой проблемы, да, там, для снижения порогов, вхождения в эту тему, для частичной автоматизации, вот, ручинной работы по перебору, там, параметров нейросети, ну, мы, мы разработали фреймворк, фреймворк E-Node, который, который сейчас доступен в дата-сфере, который, ну, любой пользователь дата-сферы может использовать там в своей работе. Ну, давайте, давайте, давайте расскажу, да, что, что из себя представляет, представляет решение. Значит, фреймворк, это, он представляет собой, класс инструмента, это инструмент для разработчиков, в первую очередь. Класс инструмента, это автодейль, то есть это автоматизация процесса разработки, ну, вот, моделей, моделей дипленинга нейронных сетей. Вот. Основные задачи, которые, которые решает, ну, на вот, первое, это оптимизация архитектуры нейросети, то есть это сжатие, сжатие и ускорение нейросетей для экономии ресурсов там в блоках, для возможности, ну, уменьшения размера модели, чтобы они работали вот на таких устройствах, как терминал, да, который показывал там на предыдущих слайдах. Вот. Значит, реализовано это в виде библиотеки с питоновским интерфейсом, то есть, ну, это питон, это то, с чем вы работаете каждый день, и, соответственно, для удобства это было реализовано таким образом. Вот. Написано это поверх PyTorch, то есть с использованием, ну, элементарных операций PyTorch. Вот. Модели, которые, ну, полученные будут при помощи фреймворка E-Note, ну, соответственно, есть конвертация в различные форматы, да, которые можно инферентировать на различных, ну, железках, да, то есть там NVIDIA, Intel, ARM, вот, в том числе у нас есть, ну, конвертация в форматы, которые там поддерживаются и в PGA, ну, и вот Neural Processing Unit. И, ну, собственно, подчеркну, да, то есть для чего вообще этот фреймворк используется, для чего мы его разработали. То есть это интеллектуальный подбор архитектур нейросетей, причем, ну, то есть если речь идти там про перебор, да, возможных вариантов, то есть это миллиарды, миллиарды вариантов. То есть когда мы перебираем операции, перебираем число фильтров там на каждом слое, там функции активации, то есть это реально миллиарды. Понятно, опытные разработчики там не перебирают такое количество, но это все равно процесс устроен сложным образом. Вот, и в нашем случае это перебирается автоматически. Потом следующий момент, да, то есть PreWork позволяет вводить стоимость операции, ну, либо в универсальных единицах маках, да, то есть либо в стоимости в миллисекундах латенции, ну, для конкретного, там, целевого железа, вот, и при этом, ну, таким образом мы можем оптимизировать под любую аппаратную платформу. То есть у нас был ряд проектов, да, где нейросети, которые были, содержали меньшее число операций, работали гораздо медленнее, чем нейросети, ну, буквально большие нейросети, да, в силу того, что есть специфика, ну, программно-аппаратной реализации, перемножения матриц на устройство. Давайте перейдем к более, более такой практической части, более понятной части, да, то есть как же воспользоваться E-Note на платформе DataSphere. Вот, соответственно, у нас проведена, проведена интеграция, сейчас библиотека доступна, ну, E-Note доступен, есть DataSphere, то есть перед вами, ну, вот, окно работы с DataSphere, а для того, чтобы воспользоваться framework E-Note, ну, то есть это, понятно, там стандартная операция, то есть это импорт, да, и там для работы с framework там три основных фазы, которые, ну, нужно знать вам как разработчику, то есть первая часть, это фаза притрейн, когда мы обучаем большую, большую нейросеть на целевой задаче, в данном случае это задача, ну, опять же задача детектирования медицинских масок, вот, это довольно, довольно, ну, сложная, там, тяжелая операция, которая там может занимать, ну, несколько дней, да, то есть если вы на свои операции хотите включить, ну, пространство, пространство поиска, вот, ну, теперь представьте, вот мы обучили вот такую большую нейросеть, из нее нам нужно выбрать маленькую подсеть, которая бы отвечала, отвечала нашим, ну, нашей цели, да, то есть мы хотим получить, мы хотим получить, там, ну, наилучшее соотношение точности скорости, там, или наилучшую точность, вот, для, для, ну, на нашей задаче, вот, соответственно, вторая фаза, это фаза поиска архитектуры, да, то есть вводятся пользовательские ограничения по, там, ну, по желаемому соотношению, там, точности скорости, вот, и происходит фаза поиска, которая, ну, которая, по сути, сэмплирует несколько вариантов уже, вот, по сетей, которые, ну, удовлетворяют условиям, которые мы, которые мы задали, вот, и для достижения уже, ну, финального результата, лучшего результата, уже потом вот эту архитектуру нужно дотюнить на целевой задаче, это, это, ну, довольно, там, легкая процедура, то есть, там, может, ну, там, от десятков минут до нескольких, нескольких часов занимает, вот, и мы получаем уже финальную, финальную нейросеть, которая удовлетворяет нашим условиям, вот, давайте посмотрим, что у нас получилось, вот, на этой задаче детектирования, детектирования масок, вот, если, ну, опять напомню, да, то есть, если у нас базовое решение, это, ну, MobileNet V2 SSD, да, Average Precision 0.088, и число операции 522 миллиона, то решение, то, ну, архитектура нейросети, которая, которая была найдена при помощи нейросетевого поиска енота, ну, достигает точности 0.87, видим, видим просадку, ну, по этой точности, да, то есть, это, ну, 1%, и число операций вот этих вот элементарных, там, примерно в 2,5 раза меньше, чем у базовой нейросети, то есть, согласитесь, там, неплохой результат, да, то есть, мы по точности ничего не потеряли, при этом, при этом по скорости, по скорости работы по размеру нейросети, по потреблению оперативной памяти, выиграли, там, почти, почти 2,5 раза, вот, ну, запустив, по сути, там, несколько, всего несколько, там, команды строки, вот, соответственно, ну, за счет чего, за счет чего, ну, получается такое ускорение, естественный вопрос, вот, здесь на слайде, ну, там, конечно, чтобы детально понять, надо посмотреть, ну, сравнить архитектуру, там, двух нейросети синхронно, там, по операциям, вот, ну, я так, тезисно и коротко объясню это, то есть, в первую очередь, ускорение получается за счет того, что в процессе поиска мы можем, ну, давайте так, то есть, изначально нейросети у нас, вот, MobileNet, да, состоит из 16 слоев, в которых добавлена вот голова сингл, сингл шот детектора, вот, при этом в процессе поиска у нас возможно пропускать, пропускать слой, то есть, вот, ну, право это фактически пропуск, ну, операция пропуска слоя, а вот в бэкбоне MobileNet слева это исходная нейросеть, да, то есть, это вот все операции, которые там были на данном слое, вот, и в процессе поиска, ну, то есть, ну, Денот нашел такую конфигурацию сети, которая на 4 слоя меньше, чем исходная нейросеть, то есть, мы вместо 16 слоев получили 12 слоев, вот, и второй момент, за счет чего получилось ускорение, то, что мы добавили, ну, в пространство поиска блоки, вот, MobileNet, да, то есть, но с expansion не 6, а 3, то есть, эта операция, ну, получает сама по себе более дешевая, но оказалось, вот, на нашей задачи, да, при сравнении с дефолтным MobileNet блоком, этот блок оказался более эффективным, то есть, там, ну, потери по точности не произошло, при этом, при этом она более, более эффективная на, по числу операций, по скорости, по скорости работы. Ну, соответственно, как я уже сказал, да, то есть, Единот уже доступен в дата-сфере, да, спасибо, спасибо коллегам, что предоставили нам такую возможность, ну, и вам вот такую возможность воспользоваться инструментом AutoDL в своих, в своих проектах, вот, и та версия, которая доступна, то есть, ну, в левой, в левой колонке, то есть, это бесплатная, бесплатная версия, да, то есть, ну, условно бесплатно, то есть, вы платите, только за вычислительные ресурсы, вот, и там, ну, в коробке уже есть, ну, движок нейросетевого поиска архитектуры, ну, там, сама интеграция с дата-сферой, да, то есть, вы заходите, импортируете библиотеку и уже можете с ней работать. И выложена, ну, собственно, интеграция, ну, то есть, мы за вас уже эту работу проделали, интеграция со фреймворком, ну, одним из самых популярных фреймворков для обучения нейросети на детектирование объектов, это фреймворк MMD, вот, то есть, вы можете вот просто на своих, ну, на своих кастомных данных, на свои кастомные задачи использовать, ну, вот эту вот связку, то есть, и фреймворк MMD, и E-Note, и подбирать архитектуры, которые бы попадали в требования, как там, по точности, так и по скорости, по скорости работы. При этом, при этом в этой версии, там, ну, не все, скажем так, наши инструменты, да, там доступны, то есть, ну, в профессиональной версии, ну, для улучшения, ну, вот параметров сжатия нейросети ускорения, то есть, у нас еще есть дополнительные элементы, ну, которые, опять же, привязаны к движку нейросетевого поиска, то есть, это процедура поиска по разрушению, то есть, это очень, ну, это очень важный аспект, да, то есть, где, который позволяет сжимать, ну, уменьшать число операций для интернет-мера сети. Реализован функционал трунинга, который, опять же, завязан на точности скорости. Квантование для того, чтобы можно было клантовать об 8 бит и более эффективно, использовать вычислительные ресурсы, вот, и реализована поддержка, поддержка мультигпу, да, то есть, опять же, это очень интересная возможность, особенно вот в дата-сфере, что, ну, то есть, у вас фактически там, наверное, не собру, что неограниченные ресурсы, да, и можно, можно вот эти вот задачи, там, где требуются какие-то там дни или часы, там, ну, точнее, часы или дни там на одной видеокарте, да, то есть, можно использовать, взять больше мощности и гораздо быстрее, там, решить эту же задачу за те же деньги. Вот. Ну, и, соответственно, про-версия будет доступна в Marketplace, Яндекс.Клауд, вот, здесь, наверное, там, Алена несколько более подробно про это может рассказать при возникновении такого вопроса. Вот. И, соответственно, Алена, я передаю слово тебе. Да, Сергей, спасибо большое. Ну, мне было очень интересно слушать, хотя я уже, честно говоря, и слышала, и видела, и пробовала руками работать с енотом. Как обещали наш традиционный раздел материалы и ссылки, у нас вебинары достаточно практические, мы люди вообще приземленные, мы про то, чтобы руками все делать, поэтому все, что Сергей сегодня показывал и рассказывал, можно повторить. Традиционно полностью весь код выложен на GitHub. Ссылка на этот GitHub дана. Это QR-код, вот, который такой большой, квадратный, и это первая ссылка в этом списке. Там прям полностью клон вот этого ноутбука, ну, точнее, там не ноутбук, там проект с несколькими ноутбуками, с которыми мы сегодня работали. Очень подробная инструкция по тому, что делать, как делать файли readme прямо внутри этого репозитория на гите. Ну, я дала прямую ссылку, и, в принципе, просто в этом репозитории действительно этот readme лежит, он импортируется точно так же, ну, клонируется точнее. Вот, там прям очень хорошо и подробно написано, что делать, как делать, куда идти, что первое, что второе, что третье. Вот, Сергей, да, прав, сейчас енот полностью интегрирован внутрь дата сферы, то есть вот как мы делаем там, не знаю, импорт TensorFlow, можно точно так же сделать импорт енота, и он опознается, что он есть внутри, поэтому с ним можно работать. Вот. Ребята еще написали очень хороший туториал отдельный, это тоже набор ноутбукчиков, там они более подробно расписали, как можно работать с разными параметрами оптимизации нейросеток и что нужно делать для достижения какого-то конкретного результата. Ссылку на этот туториал я тоже дала, но это тоже как бы репозитория на гите, тоже можно его клонировать, тоже можно на него посмотреть, ну, как бы в целом очень полезно, действительно понятно. Ну, Сергей прав, что в целом как бы репозиторий и задачи и фреймворк, он рассчитан все же на разработчиков, поэтому такой формат, что это ноутбуки, это питон, но написано понятным языком. Вот. По поводу того, как воспользоваться Pro-версией, мы действительно планируем в наш marketplace, в стандартный marketplace Яндекс Клауд добавить возможность вот такого коммерческого использования библиотек наших партнеров. Мы сейчас над этим активно работаем, надеюсь, в ближайшее время такая возможность будет прямо по кнопке из marketplace'а. Пока просто пишите нам, звоните нам, и мы расскажем, как воспользоваться вот Pro-версией системы Enot. Пишите Сергею напрямую, пожалуйста, в дата-сфере. Можно уже этим всем тоже пользоваться. Ну, Enot требует лицензирования. Вот. В принципе, у меня еще как бы просьбы и предложения, что если у вас есть какие-то библиотеки, какие-то фреймворки, какие-то модели, которыми вы готовы делиться, особенно на бесплатной основе или на смешанной основе, вот как в случае с экспсофтом, что какая-то ограниченная функциональность бесплатна, а вот полная функциональность уже в версии Pro и за деньги, приходите к нам с удовольствием, рассмотрим вариант интеграции и включения ваших библиотек внутрь дата-сферы тоже. Вот. По дата-сфере самой. Мы ждем вас внутри дата-сферы, приглашаем вас пользоваться нашим сервисом. Он есть, он доступен, он с октября месяц уже абсолютно в коммерческом использовании. У нас довольно много клиентов уже. Страница сервиса, ссылка у меня есть. У нас очень хорошая подробная документация. Она чуть-чуть немножко отстает от наших релизов, потому что релизимся. Мы очень часто пускаем действительно важные функциональные возможности, фичи, в том числе, которые просите вы. Но, тем не менее, документация актуальна, она очень подробная, очень хорошая. И мне было безумно приятно, когда вот мы разговаривали с нашими пользователями, то очень часто большим плюсом дата-сферы называлось то, что есть очень хорошая подробная документация на русском. Вот. У нас есть свой чат в Telegram. Опять же, ссылка на него здесь. Для чего нужен чат? Мы там анонсируем все наши планы, мы там анонсируем все наши релизы, фиксы, всю новую функциональность там прописываем. То есть, когда выходит какой-то релиз, мы именно там пишем, что появилось, как им пользоваться. Мы там собираем обратную связь с вас. То есть, если что-то нужно, чего-то не хватает, что-то, не знаю, даже сломалось, можно всегда туда написать, и мы очень оперативно на него реагируем. То есть, наша команда разработки тоже мониторит этот чат. Вот. И у нас после прошлого вебинара были тоже вопросы, где можно потом посмотреть. У нас есть свой Telegram. YouTube канал, простите, пожалуйста. У Яндекс Клауд, у Яндекс Облака в целом есть свой YouTube канал, на котором доступны разные совершенно вебинары. Вот. Но для MLNDI есть отдельный каналчик внутри. Вот. И там выкладываются все наши вебинары, как по теме дата-сферы, так и по смежным темам. То есть, там же про спички, про разные варианты его использования. Там, кстати, есть уже доступный вебинар от 19 ноября, который мы проводили с пошаговыми инструкциями, как пользоваться дата-сферой, прямо вот с создания проекта. И дальше клон проекта, работа с проектом, версионирование проекта, чекпоинт и так далее. То есть, тоже можно всегда вернуться, пересмотреть. Есть ссылки на материалы и так далее. Вот. На самом деле, у нас сегодня вебинар на этом заканчивается. Есть контакты мои Сергея. Опять же, ко мне можно обращаться по любым вопросам, связанным с дата-сферой, с интеграцией, с подключением библиотек, с различными возможностями. Сергей с удовольствием ответит на вопросы по Enotu или по тому, как внедрить, использовать этот фреймворк. Насколько я понимаю, задач, которые он теоретически может решать гораздо больше, чем то, что мы обсуждали сегодня на вебинаре, только с детекцией объектов. Вот. Ну и, в принципе, я могу сказать, что вот мы уже встречали от заказчиков такие вопросы, такие задачи, что, ребят, смотрите, у меня есть нейросетка, которая работает на обучение, но вот есть задача оптимизировать ее для инференса. Ну, например, обучаем на GPU, а инференс хотим делать на CPU. Ну, потому что понятно, что здесь стоимость ресурсов и их частотность использования тоже имеет значение. Вот. И к нам уже приходили люди с такими вопросами, будет ли у вас внутри дата-сфера свой AutoDL. Вот. Ну, у нас прямо сейчас ближайших планов делать свой такой оптимизатор нету, но вот мы с удовольствием как бы даем возможность нашим клиентам пользоваться решениями наших партнеров. Вот. Будем рады ответить на вопросы, опять же, либо в чате Telegram, либо в чате YouTube, либо в чате Telegram, либо вот есть наши прямые контакты, почты, телефоны. Телефоны тоже подключены к Telegram, можно писать просто вот по этим мобильным номерам нам. Спасибо большое за внимание. Сергей, спасибо большое за рассказ. Было очень интересно и, мне кажется, очень полезно, потому что тема такая действительно очень важная и очень востребованная в последнем. – Субтитры создавал DimaTorzok –